Всем привет! Сегодня мы хотим взять короткое интервью у одного из крупных бизнес-тренеров в России, в странах СНГ, Игорь Незаюбатько. Мы с ним знакомы уже очень давно и, наверное, самый первый опыт мы проходили у Игоря. И сколько лет назад? Это было, наверное, где-то порядка 11 лет назад. Первый раз мы пошли к тебе на тренинг и первые 5 лет посещали два раза в год все твои тренинги. Но теперь ты сам уже организовываешь, понимаешь? То есть ты уже вообще на другом уровне развития. Игорь, позволь, да, как бы у тебя очень большой колоссальный опыт и в бизнесе, и в развитии личностного, так скажем, лидерства. Вот скажи, бывают такие ситуации, да, когда люди сталкиваются с какими-то трудностями, проблемами, они думают, что их проблемы, они такие, знаешь, самые глобальные. Ну и уникальные, конечно. Да, 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 и других вообще нет. Конечно. И вот, что бы ты, наверное, порекомендовал, как вообще без таких ситуаций выходить, то есть, да? Ну смотри, во-первых, вот я не очередную слово «проблема». Проблема – это когда есть трудность, и у тебя явно нет ресурсов самостоятельно решить эту трудность и сложность. Лучше оперируйте понятиями задачи, потому что совсем по-другому начинаешь смотреть. Задача тогда – есть трудность, и ты ищешь и находишь возможности и ресурсы, как эту трудность и сложность решить, разрешить, то есть перейти на новый уровень своего развития. То есть в данном случае, поэтому задачи просто нужны человеку, понимаете? Проблемы всегда настянут назад. Вот как человек, когда говорит «у меня есть проблема», это он как бы говорит «убить, я ничего не могу сделать, у меня ничего не зависит», и он оперирует некому прошлому, понимаешь? Вот это уже произошло. Когда я говорю «задача», я оперирую к будущему, понимаете? Я оперирую к тому, что я сейчас могу сделать, как я могу это изменить. Я говорю «так, задача», сразу другой глаз, другое действие. Вот я первое, что говорю, что делать, это убрать из своей жизни слово «проблема» и четко заменить его на слово «задача». И действовать, исходя из этого. В позиции решения задачи. Конечно, конечно. Самое интересное, вот тогда приходят решения, которые никогда не придут при мысли о проблемах. Спасибо, Игорь. А вот если мы говорим о бизнесе, как ты считаешь, что бы порекомендовалось? Что вот важно, может быть, развить внутри человека, чтобы сделать рывок в бизнесе? Если он, например, может быть, либо на длительном времени на одном уровне находится, либо еще что-то. Что вот важно для рывка? Ну, видите, для рывка нужен определенный уровень энергии. То есть, энергия – это сила, энергия – это способность к действию. То есть, когда мы говорим о рывке, нужно совершить некое действие. Значит, поэтому там нужно совершить несколько действий. Первое. Определить, где, на каком этапе, в каких процессах своей жизни ты просто теряешь эту энергию. И убрать эти источники потери энергии. Просто конкретно их убрать. Второе. Спросить себя, а из чего я в этой жизни беру энергию? Откуда я беру эти силы? И направить свое внимание на это. То есть, открыть это источники. Это первое. А второе – начать действовать. Вот мы даже на тренингах, на предыдущих говорили. Вот сейчас будем на следующем тренинге тоже этим заниматься. Энергия выделяется у человека столько, сколько нужно для совершения того действия, которое он делает. Поэтому ты можешь сколько угодно набирать энергию. Но если ты не действуешь, то есть не сражаешь конкретные шаги, конкретные звонки, конкретные встречи. Твоя энергия, она просто рассеивается, рассасывается на всякие мелочи, на всякую чепуху. Или, если ты вообще ничего не делаешь, она просто падает. Поэтому надо начинать действовать. Вот ты начинаешь действовать. Хочешь, не хочешь, есть силы, нет сил. И само действие заставит тебя выделять эту энергию, потому что нужно продолжать это действие. То есть, главное втянуться, главное начать. И это же и будет источником твоей новой энергии. Вот эти две вещи, которые надо делать. Надо знать себя, что забирает силы, что дает, и правильно пользоваться. И второе совершать действие, которое вырабатывает нужную энергию. Спасибо. Ну и завершающий вопрос. Ты как сторонний бизнес-тренер, который не относится к своему бизнесу. Если мы сегодня говорим о лидерстве, о бизнесе. Вот как ты считаешь, для тебя, да, со стороны, какие, наверное, сильные стороны, преимущества вообще сетевого бизнеса, развития сетевого бизнеса? Посмотри, я работаю с разными видами бизнеса. Нельзя говорить, что я не отношусь к сетевому бизнесу. Все-таки работаю с большинством сетевого компаний, да. Но действительно, я могу со стороны наблюдать или сверху на процессы, которые происходят с людьми в разных видах бизнеса и в разных компаниях. Какие преимущества? Ну, во-первых, я вижу большую свободу. Второе, для меня очень важно, что каждый человек изначально может решить быть лидером и встать. То есть, нет необходимости долгое время проходить по карьерной лестнице, там, занимая одну позицию, вторую, третью. И при этом зависеть от вышестоящего руководства, которое, в основном, даст тебе возможность перейти на следующую ступеньку или не даст. Вот в этом бизнесе это зависит полностью от тебя. То есть, ты сделал определенные объемы, ты привлек людей, ты помог им стать лидерами. И, условно говоря, сверху кто-нибудь хочет, не хочет, а это не имеет значения. Ты в любом случае становишься лидером и растешь дальше. Вот это полностью зависит от тебя. Вот это, на мой взгляд, очень важный момент. И второе, второе, что мне тоже нравится, в этом бизнесе сотрудничество, то есть, партнерство разных лидеров делает их сильнее. То есть, вот какая-то дурацкая конкуренция, которая бывает, очень сильно мешает, но с которым живут всю жизнь в некоторых традиционных компаниях. А здесь она просто может погубить. И здесь необходимо все время сотрудничать, здесь все время необходимо взаимодействовать, все время партнерствовать. И получается, расти ты можешь только тогда, когда ты помогаешь расти другим. Вот, на мой взгляд, два основных преимущества этого бизнеса. Спасибо большое. Друзья, да, буквально скоро у нас с Игорем будет такой партнерский тренинг, да, и каждый из вас может на него попасть, на котором вы узнаете, как формировать крупные организации, как расплачивать на эти деньги. Лидеры команды, то есть, как подбирать лидеров, на кого делать ставку, какие сильные стороны своих других лидеров использовать, как создавать и поддерживать для жизни деятельность эффективной команды в сетевом бизнесе. Так что, те из вас, кто хочет попасть, обращайтесь за деталью. Все, спасибо всем.